Стая птиц, своры собак, копошащиеся в муцаре люди. И дым, едкий от постоянно горящих отходов. Это не кадры из фильма про конец света. Это будни обитателей мусорного полигона близ Бишкека. Сюда ежедневно привозят тонны мусора, которые никак не сортируются и не перерабатываются. Мусорная свалка близ Бишкека продолжает гореть. Жители близлежащих районов говорят, что периодически здесь бушуют довольно крупные пожары. Это происходит из-за того, что отходы никак не сортируются. Мусор разлагается, выделяя различные химические вещества, которые, соединяясь между собой, приводят к самовозгоранию. В результате чего в атмосферу попадают тонны токсичных веществ. Также страдает почва и грунтовые воды. Буквально в полукилометре отсюда протекает река, которая является частью крупной ирригационной системы. Экологи говорят, что ныне существующие нарушения можно приравнять к кокоциду. Ведь на проект рекультивации Европейского банка реконструкции и развития под многообещающим названием «Улучшение системы управления ТБО Бишкека» было выделено 22 миллиона евро в виде гранта и кредита, в том числе на рекультивацию, открытие нового полигона и мусоросортировочной линии. Проект начали готовить еще в 2011 году. Кредитное соглашение подписали в 2013, а ратифицировали в 2015. На дворе 2021 год, а ВОЗ, он же полигон, и ныне там. Продолжает копить всякий мусор очередной десяток лет. На сегодняшний день проблема в целом с мусором в стране в катастрофическом ключе лежит, потому что нет ни одной свалки. Представляете, у нас целая огромная страна, государство, где нет ни одной свалки, нет ни одного полигона. То есть мы называем это мусорными полигонами, но они по сути мусорными полигонами не являются. То, что у нас называется мусорными полигонами, по сути, это мусорные свалки. Этот мусор копится, естественно, это эпидемиологическая обстановка, санитарная обстановка, как бы страдает этого, опять же, в конечном итоге здоровья людей. Ушаков говорит, что одна из рек всекает в реку Алла-Арча-3, из которой фермеры поливают свои поля. Об экологически чистых продуктах с таких полей и говорить не приходится. Жители, близлежащих к свалке жилмассивов, говорят, что постоянно вынуждены жить в условиях сильной задымлённости и зловония. Это, безусловно, сказывается на здоровье и старшего поколения, и детей. Мы очень переживаем не только за здоровье старшего поколения. У нас растут дети. Многие с рождения не знают, что такое дышать чистым воздухом. Когда ветер начинает дуть с этой свалки, дышать совсем невозможно. Утром, вечером на улицу выходить опасно. Дети из-за этого болеют. У многих аллергия. Сколько лет здесь живём, так ничего не делается. С каждым годом только хуже и хуже. Я живу здесь с 2010 года. Конечно, это всё очень вредно. Рады бы переехать, да некуда. Приехала сюда в 2009 году. Вредное воздействие чувствую на себе. Утром просыпаюсь, и сразу одышка. Аллергия, наверное. Зимой совсем тяжело. Активисты считают, что решения чиновниками касательно строительства мусороперерабатывающих предприятий и рекультивации полигона должны приниматься в тесном сотрудничестве с экспертами-экологами. Так, например, экологи европейских стран считают, что в нашей стране категорически запрещено сжигать мусор. Даже на специальных заводах. Опираясь на оценку международных экспертов, это мои коллеги в организации Let's Do It, из Швейцарии, Дании, Германии говорят, что в вашей стране, как Кыргызстан, с её населением и с количеством мусора, неблагоприятно иметь заводы, которые сжигают мусор. Вам важно иметь заводы, которые разделяют и продают компаниям по мусоропереработке. В мэрии тем временем говорят, что в настоящее время из 22 миллионов евро освоено 10,5, которые направлены на реконструкцию площадок для контейнеров, замену мусорных евробаков по городу, закупку спецтехники, работы по рекультивации и открытие нового полигона и мусоросортировочной линии. Отметим, что мусорный полигон общей площадью 40 гектар был открыт в 1970 году. В настоящее время свалка ежедневно заполняется примерно тысячей тонн мусора. Вопрос рекультивации был начат, но ввиду того, что были некие разногласия с подрядчиком, они приостановили работу. На данный момент из 44 гектаров этого полигона треть была рекультивирована. Мы пригласили, снова вызвали, пригласили эстонскую компанию для переговоров. Они уже купили билеты, как нам сообщили, и в ближайшие дни прилетят в Бишкейк. Мы с ними пойдем дальше на переговоры, для того, чтобы они завершили свою часть работы. 6 миллионов 230 тысяч евро, если я не ошибаюсь, эта цифра у нас предусмотрена на строительство мусоросортировочного завода. Отметим, что ко Всемирному дню чистоты уже в эту субботу эко-движение страны зовут граждан на глобальный субботник. Активисты отмечают, что это мировая инициатива, и по всей планете проходят экологические акции. Присоединиться к ним просто необходимо. И кыргызстанцам выйти в свой собственный двор на улицу, близлежащий парк или, может, природные места близ города или села, как, например, ущелье Аламидин или Иссыкота, акватория Иссыкуля, побережье реки Акбу-Раваши. И очистить все эти места от мусора будет на пользу нашему собственному здоровью. Я Лисей Кирпиченко, Акзат Тюлеев, НТС. Продолжение следует...